Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 сентября. День Агафоника. Назван в честь святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих с ними. Агафоник жил в царствовании императора Максимиана. Он отвращал греков от поклонения идолам и приводил их ко Христу. За это он был схвачен и предан различным пыткам. Вместе с другими мучениками его возили по городам и пытали, принуждаясь отречься. Видя его твердость, вместе с другими мучениками осудили всех насмерть и усечение мечом. Сегодняшний день считался опасным, и все потому, что наши далекие предки верили в леших. Считалось, что сегодня они приходят в деревню, чтобы повеселиться и разбросать сено. Чтобы этого не допустить, были распространены дозоры. Люди обвязывали голову полотенцем, надевали тулупы наизнанку и брали с собой кочергу. Вообще, лешего на Руси очень почитали как доброго духа природы. Он следил за тем, чтобы никто не нанес вред крестьянскому хозяйству. Верили, что он помогает добрым людям выбраться из леса и не заблудиться. И напротив, злых людей он заставляет беспрестанно плутать по лесным тропам. Те, кто видел лешего, говорили, что с виду он может напоминать какого-нибудь родственника или знакомого. На нем всегда повязан кушак красного цвета, и это помогает распознать, что перед вами леший. А левая пола его кафтана распахнута, обувь надета с левой ноги на правую и наоборот. Если сегодня человек сможет увидеть лешего, то он поможет ему. Кстати, в народном календаре лешему было посвящено достаточно много дней. Считалось, что 27 сентября леший перегоняет зверей в лесу. Потому старались не ходить туда без особой надобности. В октябре был день, когда чествовали лешего и говорили, что он проваливается под землю для зимней спячки. Но перед этим сильно беснуется, из-за чего встретиться с ним опасно. Приметы. Если выдался солнечный день, хорошая погода продержится еще 4 недели. Уродились орехи, а грибов напротив очень мало, в холодной и снежной зиме. Если высокие облака идут против ветра приземного, скоро будет дождь. Вот, в нашем случае, то есть уже вот таким образом выглядит. Немножко сейчас сыр, немножко сейчас он остынет. То есть температура должна упасть ниже 40 градусов. Мы знаем, что мед нельзя использовать, если температура больше 40. То есть у нас свои целебные свойства. Хорошо. Ну давайте парочку кусочков сделаем с медом. Мы сделаем два сладеньких или три. Лучше два. Два. Хорошо. Потому что все-таки, когда сладенько добавляем в белку, оно, ну, бывает, оно, конечно, вкусно будет. Но вот с позиции сочетания пищи белков и сладков, это не совсем все будет благоприятно. Это уже, если сильный такой желудочно-кишечный тракт, то... Да, понимаю, это приступим. Хорошо. Я беру куркуму, вернее, наш этот бутербродик без меда. Кстати, да, с меда. Ну давайте пробуем. Пробуем. Пока я еще немножечко скажу, вы пробуйте, что с позиции айурведы, айурведа, раз, куркума, это продукт органной природы, то что она делает? Она способствует тому, что токсины, которые имеются в нашем организме, начинают горать. За счет этого она очищает тело от токсинов, причем токсины, которые возникают от слизи, образующей пищи. Она и токсин заряжает. Меньше будете болеть насморком. Вот. Значит, она согревает еще кровь. Вот у многих еще мерзнет. Кстати, мерзнешь, не мерзнешь? А, почему еще Евнатий любит куркуму? Вот я беру руку, а ручка у него немножечко прохладненькая. И когда мы с вами едим куркуму, тем самым увеличивая теплотворные способности организма, у нас мы вытесняем холод из организма. И кровь становится намного горячее. Это уже большой плюс. И, кстати, в институте можешь сказать, спортсмены, которые занимаются, чтобы у них не было различных травм, они могут использовать куркуму, для того, чтобы связки становились более эластичными. Поэтому я раза два, как-то, например, чаек, вот такой вот бутербродик. Кстати, я попробую. Я бы еще заметил что-то этим бутербродом способствует чему. То есть человек пытается прочувствовать вкус в процессе употребления. Жуешь медленно. То есть 42-е законное движение жевательное человек делает. И, соответственно, есть возможность прочувствовать вкус, как он есть. Без всяких приукрас. И зарядка для мыслей. То есть зубы работают, челюсти работают. Что немаловажно. Потому что рафинированной пищей сейчас очень полно, к сожалению. Так, и как вкус себе оценить? А то я вам много рассказываю и хвалю сам себя. Хороший вкус, который насыщает. И действительно хлебушек надо брать такой, знаете, ну там, или второго сорта, или зерновой, чтобы с отрублями, чтобы все это у нас было. Такой особенно будет, как раз для этого, для куркумы такой вот подходить. Очень хороший бутербродик получился. Будет упитывать. И, кстати, еще, знаете, что делает куркума? Самое удивительное, она же воздействует не только на физическое тело, не только на эмоции, но она еще воздействует на энергетику. И, кстати, считается по восточной философии, что куркума очищает энергетические каналы, помогает работать чахом. За счет этого человек становится более чувствительным к окружающему пространству, у него пробуждается экстрасенсорная счет способности. Вот. Что она делает? Кстати, очень хорошо людям, которые занимаются умственным трудом, вот, а также, ну, чья жизнь в основном связана с искусством, ее кушать. Это будут навевать какие-то у них такие мысли творческие, на то, чтобы все это там у них, ну, создавались какие-то там картины, шедевры и прочее, прочее. Это тоже немаловажно, потому что некоторые люди не понимают, откуда взять вдохновение, а оказывается, откуда мы их можем брать? Да можем брать из тех же специй. Кстати, спицы вообще вот это удивительная вещь, которая, ну, как бы сказать, изобретена природой и насыщена огромным количеством различных энергий, которые, кстати, возбуждают еще творческие энергии. Творческий потенциал напрямую связан с употреблением пищи. Человек есть то, что он ест. Правильно. И, кстати, астрологи считают, что куркума дает процветание. Почему? Потому что в ней сосредотачивается энергия, энергия матери-земли, то есть первозданная энергия, как говорили, индусы, кундалини. Энергия кундалини. Это энергия астролога в нашем организме, потом его поддерживает. И отличный запах. Кстати, вот этот запах прекрасен уже за счет самого запаха очищает пространство от разного рода микровол. Гена, расскажи о своем первом опыте использования куркумы. Вот ты ее до этого не ел, а потом поел, и что с тобой произошло? Что ты почувствовал? Какие перемены в сознании, в организме? Почему ты ее стал еще применять? Куркума, безусловно, что-то привнесла в сознание новое. Я пытался понять, что это такое. Читал литературу и узнал больше о куркуме. То есть мы уже проговорили, насколько это действительно целебный и полезный продукт, как специя. И я ее стал использовать уже в каше. Если я раньше варил кашу, к примеру, на завтрак овсяную с изюмом, без куркумы, да, даже иногда сахар плавный, да, вот. То есть потом я стал использовать без сахара, но с куркумой. Цвет способствует пищеварению, да. Вкус, аромат, то есть запах, все есть в продукте. Вот, потом я стал эксперименты дальше продолжать, как напиток его использовать, вот. Как чай. Как чай, конечно же, безусловно. Вот. И в холодную, сырую погоду, такой ненасти, что-то немножко вот, наверное, каждого подламывает, вот эта сырость, да. То есть выпьешь стакан чая из куркумы и чувствуешь, что значительно лучше, что с энергии побежало, как вы правильно заметили. То есть энергия становится больше, каналы начинают крутиться, да, вот. И вот я сейчас отмечу важную особенность, которую как раз Геннадий подтвердил. Это то, что сырую погоду, дело в том, что сырая погода, будем говорить, она пронзает наш организм. И за счет этого наши процессы в организме начинают идти более вягло. Во всех отношениях. Как только мы используем специю, она добавляет огонька, вот это все это влага, которая там лишняя есть, подсушивается, да, и сразу же работает все лучше. Поэтому особенно вот в сырое время года, в сырое прохладное время года, очень хорошо это используется. И вот я попробовал, и должен сказать, действительно, вкус очень интересный, приятный, так сказать, вот упитывающий. И я предпочитаю, конечно, сочетание вот хлебушка зернового с сырком и с куркумой. Вот. А что касается вот с медком, я думаю, это больше, конечно, подойдет для детей. Они там любят сладенькое. И в то же время у них будет и сладенькое, и полезненькое. Поэтому используйте наши рецепты, которые мы вам сказали. И, Надей, спасибо большое за чаек, за куркуму, за бутерброд. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамма-Юн. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение молчания сегодня приветствуется. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!